Дорогие друзья, сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шеркина предлагают вам послушать рассказ Евгения Пермяка «Пичугин. Мост». Евгений Пермяк – псевдоним Евгения Андреевича Висова. Он родился 31 октября 1902 года в Перми, когда мальчику исполнилось 3 года, умер отец, и мать с сыном переехала в Воткинск к родственникам. Здесь он окончил школу. В 1924 году Евгений Висов поступил в Пермский университет на педагогический факультет на социально-экономическое отделение. В университете он с головой окунулся в общественную работу, занимался клубной работой, активно участвовал в организации популярного в то время кружка живой театрализованной газеты. После окончания университета Евгений Андреевич уехал в столицу, начал писательскую карьеру в качестве драматурга. Его пьесы «Лес шумит» и «Перекат» шли практически во всех театрах страны, но Урал не забывал. Когда началась Великая Отечественная война, он эвакуировался в Свердловск, где прожил все военные годы. Жизнь в Перми, Воткинске и Свердловске нашла отражение в книгах писателя. «Азбука нашей жизни», «Высокие ступени», «Дедушкина копилка», «Детство Маврика», «Памятные узелки». Он автор сборников сказок и научно-популярных книг для детей и юношества, «Кем быть», «Дедушкина копилка», «От костра до котла», «Замок без ключа» и других, в которых утверждается великое значение труда. Почти все произведения писателя о людях-тружениках, мастерах своего дела, об их таланте, творческом поиске и духовном богатстве. Евгений Пермяк, Пичугин, мост. По пути в школу ребята любили разговаривать о подвигах. «Хорошо бы», — говорит один, — «на пожаре ребенка спасти». «Даже самую большую щеку поймать, и то хорошо мечтает второй, сразу про тебя узнают». «Лучше всего на луну полететь», — говорит третий мальчик, «гда-гда уж во всех странах будут знать». А Сема Пичугин ни о чем таком не думал. Он рос мальчиком тихим и молчаливым. Как и все ребята, Сема любил ходить в школу короткой дорогой через речку Быстрянку. Эта маленькая речка текла в крутых бережках, и перескакивать через нее было очень трудно. В прошлом году один школьник не доскочил до того берега и сорвался, в больнице даже лежал. А этой зимой две девочки переходили речку по первому льду и оступились, повымокли, и тоже крику было всякого много. Ребятам запретили ходить короткой дорогой. А как длинной пойдешь, когда короткая есть? Вот и задумал Сема Пичугин старую ветлу с этого берега на тут уронить. Топор у него был хороший, дедушкой точеный, и стал он рубить им ветлу. Нелегким оказалось это дело. Уж очень была толстая ветла. Вдвоем не обхватишь. Только на второй день рухнуло дерево. Рухнуло и легло через речку. Теперь нужно было обрубить у ветлы ветки. Они путались под ногами и мешали ходить. Но когда обрубил их Сема, ходить стало еще труднее. Держаться не за что. Того и гляди упадешь. Особенно если снег. Решил Сема приладить перильца из жердей. Дед помог. Хороший мастишка получился. Теперь не только ребята, но и все другие жители стали ходить из села в село короткой дорогой. Чуть кто в обход пойдет, ему обязательно скажут. Да куда ты идешь за семь верст киселя хлебать? Иди прямиком через Пичугин мост. Так и стали его называть Семиной фамилией Пичугин мост. Когда жветла прогнила и ходить по ней стало опасно, колхоз настоящий мосток перекинул из хороших бревен. А название мосту осталось прежнее Пичугин. Вскоре и этот мост заменили. Стали спрямлять шоссейную дорогу. Прошла дорога через речку Бострянку. По той самой короткой тропинке, по которой ребята бегали в школу. Большой мост Возилий. Такому мосту можно было дать громкое название. Бетонный, скажем. Или какой-нибудь еще. А его все по-старому называют Пичугин мост. И никому даже в голову не приходит, что этот мост можно назвать как-то по-другому. Вот оно как в жизни случается. В творчестве Евгения Андреевича Пермяка произведения для детей занимают значительное место. Они выдержали более ста изданий отдельными книгами в нашей стране и за рубежом. Некоторые его рассказы вошли в школьные учебники и хрестоматии. Одно ясно. Своего читателя эти книги всегда найдут.